всем доброе утро буквально минут 40 назад я проводила прямой эфир для одного профиля в котором я участвую для беременных женщин для будущих женщин для будущих беременных для будущих мам и мы 40 минут где 30 40 минут пообщались там небольшой профиль не такой большой как у меня поэтому мы решили переместиться сюда тем более мне есть что сказать своим подписчикам в том числе кто не подписан на тот профиль всем привет кто не знает я детский стоматолог селютина юлия пишу для вас полезные статьи если вы новичок то надеюсь что вы останетесь нами сейчас мы несколько таких моментов отремками немножко оставлю эфир постараюсь его сохранить вроде меня никогда не подводила чувство интуиции как это нужно сделать так давайте я сейчас для тех кто позже присоединится вот здесь напишу что мы с вами общаемся давайте в режиме вопрос-ответ пообщаемся да 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 не против никто надеюсь на связь с вами не подведет как в прошлый раз в прошлый раз мы с моим доктором гульфийой из клиники выходили и у нас постоянно прерывалась здравствуйте здравствуйте всем постоянно прерывалась я сейчас как раз пишу просто тему что у нас вопрос ответ ответ и что мы детские стоматолог что мы детские стоматологи так детский стоматолог так вы пишите вопросы свои в комментариях я думаю что их будет много как обычно по практике ой куда мне делался такой делся этот комментарий всем ответить не обещаю потому что много будет и чисто физически не успею не успею наверное сейчас как-то присоединить но будут постараюсь очень часто вопросы повторяются слушайте внимательно буду отвечать сейчас ну как же тут присоединить не получается присоединить ну давай так ну ладно не при не получается что-то мне сегодня присоединить этот комментарий ну вот вообще ушла от вас все не получается для тех кто я думаю что будет приблизительно большинству людей понятно что мы просто общаемся в режиме вопрос-ответ можно вот прям вот несколько 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 слов для моих пациентов моих пациентов которые ко мне ходят точно ко мне гульфи ек оксане журавской это наш врач-ортодонта гульфи я это тоже детский стоматолог мы переехали ребята мы переехали мы теперь принимаем не на речном вокзале не на улице зеленоградской на из нашей любимой клинике мы уехали ну по разным причинам остались теплые воспоминания и теплые теплые отношения со всеми людьми с кем мы там работали но мы всей командой взяли и переехали в другое помещение клиника больше клиника находится ближе к центру территориально это станция метро динамо в шапке своего профиля я поменяла ссылку где был указан адрес вот вы когда эфир закончится но либо даже сейчас можете прервать прямой эфир если прям очень-очень торопитесь и посмотреть где мы сейчас принимаем а так вся система вся та же самая запись видео от моя помощница марьям вы пишите ей вот сап я постараюсь я постараюсь точнее она будет стараться вам максимально быстро отвечать на сколько будет получаться запросов много поэтому наберите терпение она всем обязательно ответить ну и из уважения к ней я ее конечно понимаю и после девяти часов она уже чисто физически не может отвечать хотя всегда старается если вдруг какое-то что-то срочное то и даже и вообще чуть ли не круглые сутки работает она прямо у меня умница и молодец но наберите терпение на вам обязательно ответит так 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 что мы сейчас на динамо уже вчера позавчера был первый прием у гульфии у гуля вчера я работала в новой клинике пока привыкаем все хорошо но нужно такой немножко пройти адаптационный период сколько стоит отбеливание сколько сколько сеансов на сегодняшний день химическое отбеливание у нас есть стоит 16 тысяч один сеанс требуется но предварительно недели за две нужно провести профессиональную гигиену профессиональная гигиена 8-10 тысяч стоит так но по всем вопросам вы можете обратиться к марьям она по всем вопросам вас сориентирует так ребенку четыре года будет и у нее уже гнилые зубки что делать идти к врачу и эти гнилые зубки лечить обязательно не делать ничего нельзя к вам запись насколько заранее но приблизительно ориентируйтесь на месяц а если 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 это выходной по субботам я принимаю но опять же я все сейчас вот прям вот конкретно вам не скажу мы всей информации не владею по выходным вообще все сложно очень быстро забивается суббота у меня но я буду что-то придумывать будут будет и гуля больше работать выходной но и со следующего месяца вот как раз вот в этой клинике мне эта возможность появляется больше территория больше помещения и всех желающих будем стараться принимать чтобы сократить кирка как раз этот срок ожидания воскресенье тоже планируем работать со следующего месяца в этом месяце пока в том же самом режиме работы каждый день кроме воскресенья но я все-таки планирую запустить и в воскресенье тоже. Так, у ребенка 6 лет маленький скол на клыке. Надо ли восстанавливать? Если совсем маленький, то чаще всего требуется подшлифовка в пределах эмали. И просто зафторировать обычный домашний уход с раминерализирующими средствами бывает достаточно. Вот это если мы говорим про скол на уровне эмали. Сыну 5 лет уже 3 зуба выпали. Это нормально? Да, часто бывает тенденция такова, что более ранняя смена зубов сейчас есть, присутствует у детей. Видела в сториз, что вы переехали в новую клинику и уже ведется? Да, конечно, запись ведется. Только что об этом проговорила. Клиника большая. Всех примем. Клиника хорошая. На речном вокзале у меня здесь тоже хорошая клиника была, но уже не помещала всех желающих. Поэтому мы немножко, не немножко, а множко, расширяемся. В 2 года можно обойтись местной анестезией кариес 4 передних зубов. Каждый случай индивидуален. Есть у меня детки, которые, да, могут это высидеть, но это больше... Опять же, какой кариес? Если у вас поверхностный кариес у ребенка у 2 лет, то можно, очень часто можно, назовем это, тянуть кариес, его стабилизировать и... Ой... его стабилизировать на фторировании, и чтобы немножко ребенок подрос, и потом сделать реставрацию. Если в вашем случае это возможно, то шикарно. Просто проводите раз в 3 месяца глубокое фторирование, а потом реставрацию можно сделать уже с анестезией. Писала, кстати, об этом на прошлой, по-моему, неделе. У меня был похожий пост. Гулина работа была. Посмотрите, там у меня сейчас все в столбик зуба, там очень легко найдете реставрацию, очень красиво. Вот. А если все у вас там прям беда-беда, и нужны пломбы, и нервы удалять, то это чаще всего, в 2 года, это в условиях седации осуществляется, в условиях сна медикаментозная. Вы рекомендуете использовать ирригатор? Ну да, конечно, я не против. Его использование очень хорошее средство. Обязательно ли белый налет в полости рта является кандидозным стоматитом? Нужно смотреть. Не обязательно. Педиатры сразу назначают кандид. Правильно ли это? Ведь полости рта в любом случае будет в налете. Так. Я не назначаю кандид. И вообще, на самом деле, за 10 лет практики истинный кандидоз я не видела. Поэтому, быть может, у вас там действительно какой-то налет, молока того же самого, и смысл пичкать ребенка кандидом я не вижу. Но опять же, без осмотра мне сложно сказать. Так. Ребенку 1 и 1. Всего 2 зуба. нормы ли. Частая тоже картина, как и ранее, более ранее, и выпадение, и появление зубов, так и более позднее, не является патологией в большинстве случаев. Если нет, у нас никаких нареканий с точки зрения педиатра. То есть, все анализы у вас в норме, все хорошо, но вот 2 зуба в год. Вообще, часто история бывает. Ничего страшного в этом нет, крепче будут. Это на самом деле не просто слова. Чаще всего так и бывает. Чем позже, тем они более минерализованы и более готовы к внешним атакам. Можно отбеливать чувствительные зубы, они от природы желтые, но после брекетов стали очень чувствительными. Так. Вы знаете, как поступить? Можно, но для того, чтобы снизить чувствительность и вообще риски, чувствительность так или иначе, вы будьте готовы к тому, что она появится после отбеливания уж точно. И увеличится в том случае, если у вас и без того чувствительные зубы. Вы, во-первых, примите за правило использование реминерализирующих средств, о которых я так часто говорю, для детей, которые я рекомендую для детей, взрослым ими пользоваться тоже можно и нужно, особенно если у вас чувствительные зубы. Это первый момент. Начните и постоянно этими средствами пользуйтесь. Второй момент. В любом случае, прежде чем вы будете проводить отбеливание, как таковое само отбеливание, вы за неделю где-то либо за две недели обязательно проведите профессиональную гигиену полости рта. Это нужно сделать обязательно. И после всего этого мероприятия, после профессиональной гигиены полости рта, ввиду того, что у вас прям повышенная повышенная чувствительность, вы чувствуете все даже еще до отбеливания, я бы вам рекомендовала вообще курсы глубокого фторирования поделать. Можно просто фторлаком обработать, но это может быть недостаточно. Вот вы походите, я бы как бы сделала, порекомендовала походить раза три, допустим, до отбеливания за эти две недели сделать процедуру глубокого фторирования параллельно дома, используя реминерализирующие средства. Потом вы проводите отбеливание и опять можно вот эти курсы глубокого фторирования поделать, чтобы снять чувствительность опять же дома, параллельно используя реминерализирующие средства. И тогда естественно на сто процентов это вас не спасет именно от самой чувствительности, но со временем прям на нет она будет уходить. Это прям сто процентов на себе испытано. Так, ребенку год, внизу два зуба, наверху четыре, на двух нижних около Дисны появился твердый налет, который нещается. Что делать? Опять же, учтили случай появления твердого налета, так называемого камня зубного. Очень часто и в таком возрасте я встречаю деток, его нужно снимать. Его нужно снимать у стоматолога. Я провожу это при помощи ультразвукового наконечника. Дел на несколько секунд. Но это все вы должны понимать, что у нас бактерии, которые могут разрушить зубы. И этот у нас бактерий нужно снять. и делается это как раз при помощи нескольких движений ультразвуком. Да, ребенок маленький, совсем маленький год, но я делаю это. Я не вижу в этом какой-то сложности, но вы должны понимать, что в год ребенок будет не в восторге и вам нужно будет его зафиксировать. Но дело, еще раз повторюсь, на несколько секунд. В данном случае я считаю, что игра стоит свеч. так, добрый день, ребенку 2,4, кариес ближе к корню. Уже вылечили 6 зубов. Врач запрещает кормить грудью ночью, это верный запрет. Но в 2,4 я считаю, что ночью, ну, во-первых, это не является физиологической потребностью, а во-вторых, это является отягощающим фактором в вопросе возникновения кариеса. Поэтому я, конечно, не запрещаю, кто я такой, чтобы вам запрещать, кто я такая, чтобы вам запрещать. Но я бы не рекомендовала кормить ночью, неважно, грудью, не грудью. В 2,4 это не является физиологической потребностью в еде, это просто уже привычка. А раз уж у вас столько кариесов вы полечили в 2,4 года, то я не вижу никаких вопросов, чтобы оставалось, не думаю, что должно каких-то вопросов остаться относительно ночных кормлений. У ребенка кариес на передних зубах. Наши стоматологи умеют только серебрить и пломбировать под наркозом. Как быть? Ну, что значит наши врачи? Я не серебрю зубы, я авторирую и без наркоза лечу. Если требуется, то направляю под наркоз, потому что ситуации разные бывают. Ну, возможно, нужно поискать еще своего врача. Либо там в другой населенный пункт какой-то ехать. Можете посеребрить, но вы знаете, что это такое. Наверняка я писала о серебрении. Не наверняка я писала о серебрении, а наверняка вы знаете. Я писала о серебрении. Дальше. Ребенку 3 года. Зубки с белым кариесом. Так нам сказал детский стоматолог. Хотели лечить, нам сказали лечить не надо. Все равно выпадут. Передний зубик уже начал темнеть. Скажите тревогу. Ну, конечно. Конечно, как минимум, если у вас кариес в стадии пятна, белый кариес, что это? Ну, скорее всего, кариес в стадии пятна. Это как минимум, вы должны раз в 3 месяца показывать стоматологу для того, чтобы проводить, опять же, как минимум, профессиональную гигиену с фторированием. И чтобы дома у вас тоже был должный уход. Иначе этот весь белый кариес, все зубы у вас разрушат. Потому что рано или поздно начнет это делать. Поэтому ничего не делать нельзя. Бить тревогу, да. У меня сломался зуб. Что делать? Идти к врачу. И восстанавливать его, либо удалять, если он не подлежит уже восстановлению, ставить имплант. Но так нельзя оставлять. Так, дальше. Зубки хрупкие, тонкая эмаль. Как говорят врачи, как правильно дома ухаживать? Чистим Рокс и гель минерализирующий. Стоит ли менять пасту? Вы знаете, если мы говорим тонкая эмаль, если у вас кариес, вот мне тут тоже непонятно. Тонкая эмаль нет такого, нет такого диагноза. Есть такой диагноз, это либо кариес, либо слабый уровень минерализации зубов. Но это тоже не диагноз, это такое заключение. Больше заключение о состоянии зубов конкретного человека, либо ребенка. Поэтому, если есть кариес, то лучше использовать либо фтор, содержащую зубную пасту, либо пасту, содержащую гидроксиапатит. И минерализирующие гели тоже нужно использовать, либо Рокс, либо Тусмуз, и проводить гигиену у врача с фторированием периодически. Но если нет кариеса, там раз в полгода достаточно бывает. Если есть кариес, там как минимум раз в три месяца нужно проводить это все. Так, два года из передней и нижней пары один вырос практически поперек. Ждать, пока сам выпадет, может, другие зубки его сместили. Судя по всему, здесь речь о дефиците места. Зубам места мало, поэтому они начинают разворачиваться, как попало. Будьте готовы к тому, что нужно будет работать с ортодонтом чуть позже. Нужно будет первый раз показаться в 4,5-5 лет для того, чтобы и прикус оценить. Но я не ортодонт, но на своем приеме стараюсь все-таки прикус оценивать, особенно если первый раз ребенок пришел, чтобы определить какие-то тенденции к формированию неправильного прикуса и уже родители готовить к тому, что нужно, либо не нужно, будет у ортодонта наблюдаться и лечиться. Это вот первый момент. А второй момент, что касается дефицита места, нужно будет начать активную работу. Чаще всего ортодонты назначают, начинают активную работу в период сменного прикуса, когда уже начинают меняться зубы. Поэтому пока ваша основная задача прочищать должным образом межзубные промежутки, потому что очень часто страдают именно вот контактные поверхности, появляется кариес, появляется пульпит из-за того, что очень плотно друг к другу располагаются зубы и плохо прочищаются. Используйте зубную нить. В два года это вполне себе реально. Приучайте себя и ребенка к этому. Ребенку 2,4 на передних зубах налет и дырочка образуется. Врач сказал, что это нормально. Это, конечно, ненормально. Ничего делать не надо. Надо еще как как минимум фторирование, если дырочка, и насмотря какая дырочка. Если пока можно и допустимо ее стабилизировать, кариес этот, то тогда стабилизировать до момента, пока можно будет договориться с ребенком и сделать реставрацию. Либо в 2,4 может быть реставрацию уместно уже будет сделать. В зависимости от того, насколько контактный ребенок. Все индивидуально, как всегда. Но ничего не делать, и это нормально. Я с этим не согласна. Пролечили зуб. Позже появился свитч. Доктор пролечила с целью сохранить зуб подольше. Вот спустя 2 года, сейчас нам почти 7, снова появился свитч. Доктор сделала снимок. И что она на снимке увидела, вы не написали. Там, скорее всего, какой-то катастроф, и нам нужно этот зуб удалять. Я за удаление такого зуба. Ночные кормления в год и 4, это плохо. Ночные кормления это не является физиологической потребностью в данном возрасте. Это первый момент. А второй момент, это может являться отягощающим фактором в вопросе возникновения кариеса. То есть, это не является причиной разрушения зубов. Это является таким отягощающим фактором, потому что причина – это бактерии, которые выделяют кислоту. А все, что мы кушаем, особенно ночью, ночь, почему опаснее, потому что должным образом слюна не выделяется, потому что спит элементарный человек. И процесс самоочищения, они все замедленные, приостановленные. Поэтому ночные кормления в данном возрасте они могут усугубить, если у нас есть кариес, то они его могут усугубить. А если пока нет кариеса, то теоретически они могут это все организовать. Поэтому в год и четыре я думаю, что уже можно пытаться убрать дочки 1 и 3 и начали лезть первые маляры. Первые маляры – это жевательный зуб, для тех, кто не знает. Зуб как-то сбоку десны, со стороны щеки. Это нормально или это криво растет зуб? Вы оцениваете всегда, родителями об этом говорю, оцениваете. Очень не объективно, а субъективно. Поэтому вам, для того, чтобы объективно все посмотрел и сказал специалист, вам нужно показаться, естественно, этому специалисту показаться врачу. Потому что, ну как я могу с ваших слов сказать вам, криво у вас там растет или не криво? Я элементарно этого не видела. видели только вы и то вы оценили это субъективно. Поэтому в первую очередь покажитесь, пожалуйста, специалисту. Вреден ли наркоз? Какие последствия? Так, я всегда направляю к анестезиологу с этими вопросами. У меня есть анестезиолог, с которым я работаю, с которым работают мои врачи. Я конкретно с наркозом, под наркозом не лечу в силу отсутствия времени. Но, возможно, в ближайшее время это все изменится, потому что мы сейчас, еще раз повторюсь, в новую клинику переехали, и там планируется лечение в условиях глубокой седации, если это будет требоваться. Опять же, я всегда сторонник того, чтобы сделать все возможное, но под наркоз не пойти. Но я не противник, еще раз подчеркиваю, не противник лечения под наркозом, не противник. Если это требуется, я это рекомендую. И со всеми вопросами относительно показаний либо противопоказаний я рекомендую вам обратиться к анестезиологу, потому что в данном вопросе главный врач это именно анестезиолог. Своей стороны могу сказать, что важно сдать ряд анализов. Я на эти анализы направляю своих пациентов, чтобы они не искали, не бегали, что нам, куда нам дальше. Я направляю на анализы, даю перечень, список тех анализов, тех исследований, обследований, которые нужно пройти, тех заключений, которые нужно получить. И потом уже с анестезиологом принимает решение относительно наличия противопоказаний. Если противопоказаний нет, то все хорошо, и вы пролечиваете такой самый современный средство на сегодняшний день это севаран, который используется для седации. Можно ли использовать ирригатор для детей и взрослых? Можно. Нормально ли это, если ребенок просто зажался в кресле, дернулся от испуга, и врач тут же выгнал нас с кабинета, мол, я с вами не буду работать, просто впервые именно для лечения. Ну, у каждого своя философия, я так не поступаю. Это сложно, конечно, бывает, но выходим из ситуации, поэтому оценивать работу своих коллег я не буду, это не в моих правилах. Вот, а так, ну, если за себя говорить, то я, естественно, так не поступаю. Но бывают ситуации, когда, да, что я понимаю, что я бессильна, я сделала все возможное для того, чтобы это было не так. Вот, но бывает, что, да, что требуются другие методики в виде седации, в виде седативных каких-то методик, и я направляю к своим коллегам. Можно ли тусмус ребенку? Можно, можно. Какую лучше пасту выбрать для годовалого ребенка? Совсем недавно про Септу писала, хорошая паста, Биорепея хорошая паста, урокса хорошая паста. Выбирайте. У ребенка 6 лет, скол на клыке, надо ли восстанавливать? Так, про скол, по-моему, был вопрос, не знаю, вы, не вы задавали. Если скол на уровне эмали, для оценки лучше, чтобы врач вас осмотрел, то можно просто подшлифовать, зафторировать, и не критично. А если же все-таки скол серьезный, то реставрация требуется. Какое оборудование в новой клинике? В новой клинике у нас Сирона. Это шикарное оборудование. Вчера получила истинное удовольствие, когда работала. У нас в этой клинике тоже, на речном вокзале тоже хорошее было оборудование, финское. А здесь немецкое. И сейчас еще мы временно, получается, в том кабинете. Ну, кто у нас был уже? Мы в этом кабинете сейчас пока временно. Через месяц мы будем переезжать. Ну, это же будет в этой же клинике. Переезжать будем прямо в детское отделение. Для нас оно сейчас готовится. И там будет, ну, планируется прям все супер-супер. Ну, в плане даже той же зоны. Это моя боль была. Зона ожидания. Если вдруг мы задерживаемся, чтобы ребенку было не скучно и было где развернуться. Все это будет в ближайшее самое время. Так. Что лучше? Фторирование или герметизация? Если мы говорим про жевательные зубы, то, конечно, герметизация. Вот. И одно другому не мешает. На самом деле. Так, так, так. Так. Ребенку 5 лет. Обычная щетка или электронная. И та, и другая хорошо может сделать свои, сделать все свои чистые дела. Единственный момент, что вплоть до школьного возраста, пожалуйста, пожалуйста, припожалуйста, не оставляйте все на самостоятельность ребенка, потому что не в состоянии дети до школьного возраста почистить качественно себе зубы. Вы очень много проблем предотвратите, если будете чистить ребенку зубы. Так. Дочки 1,4. Дочки 1,4 на переднем зубе внизу появилось белое пятнышко. Это кариес. Если этого пятнышка не было раньше, оно вот прям появилось, раньше было все хорошо, то, скорее всего, да. Но для диагностики лучше, конечно, врачу. Не конечно, а лучше обязательно показаться врачу. Но теоретически, да, большая вероятность, что это кариес, действительно. Так. Добрый день, сыну 1,3. Раскрошился зуб почти полностью, буквально за неделю. Помазали серебром. Боже мой, серебром точно вам только хуже сделали, если вы тем более говорите, что полностью практически разрушился. Я вообще боюсь вас огорчить, но, скорее всего, вам нужно будет этот зуб удалять. Скорее всего. Обратитесь к другому врачу, который серебро не будет назначать при разрушенном зубе. Но это бред. Отбеливающую пасту для чувствительных зубов я бы вообще не рекомендовала отбеливающую пасту, тем более для чувствительных зубов. Вы только еще более усугубите свою гиперэстезию. Гиперэстезия – это повышенная чувствительность. Не надо пользоваться. Лучше отбеливание проведите. И вы мне задавали как раз, по-моему, вопрос в этом профиле. Это было не в этом, не помню. По-моему, здесь же, да. Вот лучше вот по такой схеме пройдитесь, как я вам порекомендовала. Это самый верный способ. После травмы зуба зуб пожелтел, как можно его спасти? Идите к врачу, и вам нужно будет сделать снимок. И в зависимости от того, что там на снимке увидите, нужно будет принимать решение. Так. Подскажите, с какого возраста начинают выпадать зубы? У кого-то у меня есть пациентов 4,5 даже начинают. Но средние сроки – это 6 лет. Нет такого, сколько зубов должно смениться к 7 годам, потому что все-таки все сроки, они очень условные. Очень условные и усредненные. Поэтому у кого-то к 7 годам там уже полурта сменится, а у кого-то только начнут меняться. Не является патологией ни то, ни другое. Поэтому не надо в какие-то рамки себя вставлять, пытаться. паста Рокс или Сплат. Говорила уже неоднократно, я пасту все-таки рекомендую подбирать индивидуально. Так, когда нужно начинать чистить зубы с момента появления первого зуба? Ну вот, наполовину вылез первый зуб, уже можно чистить. Да, пробуйте уже, приучайте его. Так, герметизация или фторирование основных зубов последних молочных еще не выпали. Так, не совсем поняла. Основных зубов постоянных, что ли, вы имеете в виду? Постоянно, конечно, нужно герметизировать. Сохраните эфир, да, обязательно. Постараюсь не тупануть, но вроде всегда сохраняла. Как можно использовать ирригатор? Два раза в день можно? Да, можно. Почему нет? Аккуратненько пользуйтесь. Возможно ли реставрация переднего зуба? Зуб сломан. Смотря на сколько он сломан. Если он сломан под корень, то там нужно и непонятно про кого вы говорите, про себя либо про ребенка. И сколько, если про ребенка, кто какого возраста он? Поэтому тут гадать не буду. Так, подскажите, у ребенка 8 лет твердые белые точки на десне около больших зубов вверху и снизу. Что это? Врач сказал, гной выходит из зубов и ничего делать не надо. О, боже мой, ну как, если гной идет, ребят, ну запомните, если гной, это очень плохо. Значит, ничего не делать, это значит бездействовать и дать воспалению остаться в полости рта. Если это гной, то нужно понимать, почему этот гной выходит и откуда он выходит, в чем, какой причинный зуб. твердые белые точки на десне около больших зубов вверху и внизу. Если это действительно свищ, гной это свищ, я про свищу буквально недавно писала, то причинные зубы требуют удаления. Так, ребенку 2 года, зуб из первой нижней пары вырос практически поперек. Был такой вопрос, я уже на него отвечала, вы, видимо, повторно просто задали, я уже на него выше отвечала раньше. Ну, сегодня, вот в этом эфире я его сохраню. Так, дальше. Нам в полтора года вырвали передние зубы, так как он их сломал. В каком возрасте они выйдут, нам уже в феврале 5 будет. Сроки, еще раз повторюсь, средние, в среднем в 6 лет они начинают меняться. Как относитесь к полоскам для отбеливания, нехорошо. Я за профессиональный подход, а это не профессиональный подход. Роксгель в год применять можно? Можно. Ребенку 12 лет, год назад выпал клык, до сих пор не вышел, но вы нормально ли это? Покажите, пожалуйста, ортодонту. И ортодонт скажет вам, нормально это или не нормально, осмотрев полости рта. И, скорее всего, вам понадобится сделать так называемую ортопантомограмму. Это снимок всех зубов. Там все зачатки, все видно будет. И, возможно, дефицит места, возможно, мало места для клыка. И требуется какая-то коррекция. Поэтому в 12 лет сам Бог велел идти к ортодонту. Так, гигиена полости рта профессиональная сколько стоит? Для кого? Для взрослых, для ребенка. Если ребенок, то какого возраста? Вот от этого цена зависит. Все цены можно узнать у Марья, моей помощницы, написав ей по WhatsApp. Как часто пользоваться реминирализирующим гелем? Нужен ли перерыв? Что лучше, Рокс или Тусмус? Так, в Тусмус входит молочный белок. Рокс – это аналог Тусмуса. И мне то и другое средство, я считаю, что хорошее. Перерывы можно не делать и пользоваться дважды в день. Ребенку три года зуб откололся с кариесом черный. Врач записал на 19 число. Такая проблема терпит ожидания? Не вижу, не могу сказать. Болит он у вас, не болит. Тусмус или Рокс? Вот точно тот же самый вопрос был только что. Почему кормить ночью грудным молоком не рекомендуют стоматологи? ВОЗ рекомендует кормить до двух лет. Докормите, ради Бога, ночь-то зачем его кормить? В два года уже не нужно кормить ночью. Он не требует этого, физиологии не требуют, это не физиологично. Поэтому АВОЗ это прям многократно я об этом писала, даже останавливаться сейчас не буду. Кормить сколько вылезет вообще, хоть до школы. Это ваш личный выбор, ваше личное дело. Но ночью ночью кормить не нужно в два года. И в год даже не нужно. В год нет физиологической потребности. Кидайте в меня вообще все, что хотите, я непоколебима. Так, пользоваться тусмусом можно постоянно? Ну, только что отвечала да, можно. Тем более на стыке зубов у вас передних кариес, пользуйтесь, чтобы он не прогрессировал. На М1 и 10 нет нижних вторых резцов, они уже могут вырасти. Сейчас лезут нижние клыки. Так, вроде бы между клыками и первыми резцами тоже опуха десна. Может и не прорезаться, может и не прорезаться, но здесь только ожидание на ваш вопрос ответит, потому что вы можете теоретически сделать снимок, но он, опять же, только ваше любопытство утолит. Вы будете знать да, да, нет, нет. Вот, ну, смысла я в этом не вижу. Такой какой-то именно диагностической цели он не несет. Вот, ничего не поменяется от того, что вы сделаете с ним. Только, еще раз повторюсь, утолите свое любопытство, поэтому ждите только. А можно с вами для взрослых? Что проверить? Если резкая сильная боль в одном месте, когда ешь, например, арбуз, я стоматолога была на осмотре, сказали, все хорошо, не знаю, как быть. Так, похоже либо на гиперэстезию, повышенную чувствительность, либо действительно у вас есть кариес, потому что вот ту боль, которую вы описываете, она вот при кариесе именно бывает, поэтому может быть там между зубами что-то у вас, какая-то кариозная полость скрытая, поэтому еще раз покажите и решите. Либо, если это гиперэстезия, про гиперэстезию сегодня уже говорила. Так, реминерализирующие средства очень хорошо помогают. Тусмос, либо Рокс Минерал постоянно для взрослых их тоже можно использовать. Была травма молочного зуба, теперь на постоянном зубе пятно, можно что-либо предпринять. Да, конечно, это все реставрируется, пломбы можно пломбировочным материалом все это восстановить, ну, не восстановить, а более красивый вид придать и защитить тем самым от присоединения кариеса. Гиплазия у вас появилась, скорее всего. Так, у дочки нижние центральные резцы остались молочные, так как не было зачатков коренных. И уже 14 лет эти зубки стоят и хорошо так стоят. Нам сказали ждать 18 лет, потом вставлять импланты. Ну, скорее всего, да, тактика такая достаточно правильная. Вы сейчас держите место при помощи вот этих зубов. Не вижу, ну, не могу оценить, но все равно обычно молочные зубы, они все-таки и по цвету отличаются, и по форме отличаются, меньше они. и чисто эстетически это не всегда бывает красиво. Но, опять же, это нижняя челюсть, насколько это гармонично смотрится с верхней, ну, при закрытом, где при улыбке, видно ли это. То есть, из эстетических соображений, может быть, можно и так оставить. Но тактика, которую вам предложили, она тоже приемлема в данном случае. авторирование в каких случаях рекомендует, из какого возраста. Авторирование для профилактики можно проводить. Если мы говорим о лечении кари, таком лечении о стабилизации кари, авторирование, когда требуется, чтобы приостановить кари, нет ограничений по возрасту, вот если есть показания. Вот вчера буквально на приеме у меня был мальчик, ему год, и у него кари с раннего детского возраста, уже начали разрушаться зубы, но мы сейчас активно начали заниматься авторированием. Вчера первый раз провели, все почистили, он зубы чистить не дает, ну много там всяких проблем, но мы попытались начать все-таки это авторировать пока не поздно, потому что, ну условно, через месяц там я бы уже даже не взялась авторирование делать, потому что там уже все бы разрушилось, так чисто теоретически гипотетически. Вот, посмотрим, время покажет, насколько, насколько это нам поможет, но шансы есть. Вот ему нужно было это проводить, это прям архиважно было сделать. Что касается именно профилактики, ну допустим, вы пришли бы ко мне, у вас было бы идеально очищенные зубы, и все было бы хорошо, никаких признаков ни гипоплазии, ни кариеса, и хорошо вы чистите, ну я бы не стала вам проводить, допустим. А так, для профилактики, для профилактики можно, ну возраста, опять же, не скажу. Очень, очень, уж очень все индивидуально. Так, ребенку 5,5, раз в 4 месяца кариеса, даже на леченых зубах, как будет менять врача? Какая схема вообще предотвращения лечения зубов? Слышала про фторирование, герметизацию, это необходимо, если у вас действительно такое большое количество пораженных зубов, то герметизация на здоровые зубы, если они у вас еще остались, проведите обязательно фторирование, раз в 3 месяца проводите, чистку фторирования, про компетенцию врача я комментарий давать не буду, тем более я даже не видела, не видела состояние зубов, пломб, даже если бы видела, я бы оценку свою не давала, так, я не врач, но, блин, ответила так же, все, будем лечить, спасибо вам огромнейшее, ответили, очень вам благодарна, да, пожалуйста, так, врач не говорит ничего по этому поводу, по какому поводу, это я уже не помню, какой вопрос мне задавали, какую пасту рекомендуете, вот недавно про Асепту писала, Биорепея хорошая паста, Урокс хорошая паста, выбирайте, по возрасту подбирайте, но я, конечно, за индивидуальный подход в выборе зубной пасты, своим пациентам целый список даю, то, что им подходит, может подойти, так, 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 необходим ли ребенок утворок в качестве источника кальция, это все индивидуально и с педиатром решается, но с точки зрения зубов, это, ну, будете есть хорошо, не будете, не повлиять на возникновение кариеса, во всяком случае, до через 6,6 у нас идет замена зубов молочных на коренные, но молочные стоят как вкопанные, челюсть маленькая, коренные огромные, и зубки как забор, что в этих случаях делать, они, если я вас правильно поняла, получается, вторым рядом прорезаются зубы за молочными зубами, ну, скорее всего, вы просто об этом это не прописали, что более-менее непонятно было, я рекомендую удалять такие зубы, они прям, прям плотно, плотно стоят, у них не рассосались корни ввиду анатомических особенностей челюсти в данном случае, и удаляются такие зубы молочные, я рекомендую их удалять, делается это под анестезией, анестезией делается, укол, и удаляются, ничего критичного в этом нет, если молочные плохие, то нолее чем, возможно, что коренные, видимо, тоже будут плохие, возможно, что и хорошие будут, я надеюсь, что все будет хорошо, так, спиртового протокола, спирт я не использую при лечении кариеса, ребенку 10 месяцев уже есть 10 зубов, стоит ли уже начинать чистить, ну конечно, ну конечно, даже с момента первого появления первого зуба нужно начинать чистить, так, про пасту уже сегодня неоднократно говорила, нам 1,4 на зубе переднем появилось белое пятно, но не у Диснея, а на кончике зуба, это кариес, если его раньше не было, потом оно появилось, то, скорее всего, да, идите к врачу, ребенку 10 лет, на зубах есть камень, сказали, высокая минерализация слюны, да, скорее всего, может это быть из-за геля Рокс Минералс, если вы гель Рокс Минералс наносите на заведомо неочищенные зубы, то может, а если вы чистите все хорошо, то нет, потому что зубной камень, это что, это минерализованный зубной налет, если вы на налет нанесете еще дополнительную минерализацию, он, естественно, заминерализуется, поэтому вот так лучше чистите. И камни обязательно снимаем, ультразвуком я снимаю камни. Так, дочке 2 года, уздечка верхней губы очень низко, не трогать пока, нет, не трогать, ждите смены четырех центральных зубов. Как вы считаете, до какого возраста можно кормить ребенку груди, чтобы не нарушился прикус? До года, после года уже есть нарушения, изменения в прикусе. В каком возрасте можно начинать делать ребенку анестезию? Если есть показания, то нужно делать, и возрастных ограничений для этого нет. Сохранить эфир? Да, постараюсь. Запах у ребенка изо рта с утра, это нормально. Если вы почистили зубы, и потом уже его нет, то нормально. Седацию с какого возраста можно делать? Если у нас есть показания, то возраст не является противопоказанием. Белые пятнышки на молочных зубах. Что это? Все что угодно. Может быть кариес, чаще всего, либо гипоплазия. Вам нужно прийти к врачу, чтобы полный анамнез врач с вас собрал и поставил диагноз. Это может либо гипоплазия быть, либо кариес, может быть, либо флюороз, может быть, все пятна-пятна мрозь. Может быть, это налет элементарный. Как подготовиться к лечению с севараном? Есть у меня пост об этом. Давайте я постараюсь обновить в ближайшее время. У меня прям серия постов была года полтора, наверное, назад. Я писала про как раз севаран, как подготовить, какие анализы сдавать, какие, как вообще там чуть ли не одеваться в день и как готовиться к этому. Давайте напишу. Ладно, вы поставьте мне тут плюсиков, если эта тема актуальна, либо в комментариях напишите под последним постом. Я в ближайшее время тогда это все дело откорректирую, обновлю, потому что много вопросов на эту тему, конечно, надо обновлять, наверное. Что делать? Маленькое, еле заметное пятнышко. Вы возраст не указали, я не могу сориентироваться. В любом случае к врачу идти и принимать решение вообще, что это такое. Ребенку полтора вылезло всего четыре зуба. К какому возрасту должны вылезти все зубы? Стоит ли поэтому судить о нехватке кальция? Нет, не стоит. Все сроки, они индивидуальны. И усреднены, точнее, не индивидуальны, все сроки, которые у нас есть, они очень усредненные, поэтому чаще всего это больше такая индивидуальная особенность. Сделали снимки, корни целые, предлагают заново пролечить, ходить еще. Вот, к сожалению, я уже не помню то, что было в начале, поэтому на будущее буду выходить в эфир. Пишите, пожалуйста, сразу весь вопрос, потому что в начале одна половинка, потом вторая. Мне сложно сориентироваться, кто что задавал, и все это в голове своей держать. Надеюсь на понимание. Скажите, пожалуйста, каким световым материалом вы работаете на молочных зубах? Я использую дженниал. Мне очень нравится. Сейчас еще для реставрации мы купили другой материал. Ой, господи, я не буду врать. Не буду врать. Ну, в большинстве случаев я использую дженниал. Это японский световой материал. Так, нам в полтора года вырвали верхние и передние зубы. Нам уже пять лет, зубов до сих пор нет. Как нам быть? Ждать и покажите ортодонту. Нам пять лет, молочные стоят, вылезли постоянные большие зубы, все четыре. Нужно ли герметизировать? Да, да, делайте обязательно герметизацию. Одиннадцать месяцев ребенку на молочных зубах. Белые пятна. Что это может быть? Господи, ну, это, я уже, во-первых, отвечала на этот вопрос. Во-вторых, обратитесь в любом случае к врачу. Что может нам сказать врач? И, ну, это, ну, прям вообще уже из пальца высосано. Что нам может сказать врач? Как нам проверить? Что правильно нам сказал врач? Ну, как я вам отвечу на этот вопрос? Ну, я же тоже человек. Вы давайте более уважительно подбирать вопросы. расскажите, пожалуйста, про герметизацию постоянных зубов. Скоро должны прорезаться первые зубы. Думаю, стоит ли это делать? Стоит, конечно. Стоит. Посты у меня есть на эту тему. хорошее профилактическое мероприятие. Как вам записаться? Запись ведет моя помощница. Ее зовут Марья. Она ответит вам в WhatsApp. Телефон указан в шапке профиля. Работаю я и еще несколько докторов. Она вам тоже обо всем расскажет. Так, использовать ультозвуковую щетку. Что вы скажете о ней? Я ее не использовала, ничего не могу сказать. Как она, какую зубную пасту? Сегодня несколько раз уже про пасту говорила. Как вы относитесь к электрическим зубным щеткам? С какого возраста? Хорошо я отношусь. Есть щетки, которые можно использовать вообще с первого зуба. Самое главное, чтобы ребенок был не против и не боялся. Если он боится и оказывает сопротивление, не надо тогда использовать. Пускай она там постоит, пока он подрастет. Можно ли восстановить молочные зубы с бутылочным кариесом? Ну, конечно, можно. Все зависит от того, насколько все плохо. Потому что бывает, что приходится удалять такие зубы, когда очень сильно разрушены. А так, да, можно, конечно. И большой вопрос так. Что скажете о пастеалме? в Тор 500, да, можно ее использовать. Хорошая паста. Так, в Италии сейчас мы были, там прям очень много ее в аптеках продается. Здесь, не помню, здесь, по-моему, тоже продается. Была-была паста, я видела. Может быть, сейчас уже убрали, но была. В любом случае, в торговых центрах, не в торговых центрах, в супермаркетах видела. Так, ребенку 1,10, на четверке бурая борозда, и на клыке появилась точка рыжая. Врачи говорят, плохая эмаль. Что мне делать? Я пломбу ставлю, на четверку пломбу однозначно. найти другого врача, если лечение не предлагают. А на клыке точка, ну, в торировании пока можно, пока маленький совсем, а на четверку я пломбу ставлю. Витамин D можно ли постоянно принимать? Витамин D, да, конечно, по назначению. педиатры ранее. Я ребенку своему даю, ему сейчас 3,5, и мы даем ему витамин D. Что касается кальция, нужно с педиатром дополнительно консультироваться. Я на ГВ, то есть вы кормите, я так поняла, и периодически ноет зуб. Только непонятно, какое именно, чем можно обезболить. Вам нужно идти к врачу? Противопоказания для лечения при ГВ? Нет. Нужно просто время выждать и все. Лечите, пожалуйста, зуб. Не надо там не изобретать велосипед и прикладывать подорожники. Нужно идти и лечить зуб у стоматолога. Так, как называется клиника, где вы работаете. Вся контактная информация она в шапке профиля указана. Эсподент сейчас клиника называется. Так, вот при ней я сейчас принимаю. Так, здравствуйте. Первый раз вас слушаю. Занимаетесь ли вы брекетами? Занимается. У меня в команде есть, занимаемся, в команде есть у меня ортодон. Зовут ее Оксана Журавская. Вот к ней запись ведет тоже моя помощница. Приезжайте на консультацию, все сделаем в лучшем виде. Доброе утро. Как ребенка 8 лет уговорить удалить зуб верхние двойки молочные, так как влазят уже основные. Ну, я рекомендую вам довериться врачу. Нужно это как-то сделать, провернуть, не знаю, подарить подарок, найти хорошего врача. Но это нужно сделать во избежание в перспективе возможности каких-то последствий получения. Есть у меня даже пост недавно, недавно, так, относительно недавно писала его, по-моему, несколько недель назад. Есть девочка у меня там в зубах, можете посмотреть, ей долго не удалялся зуб молочный, за ним прорезался постоянный, и он прорезался настолько там далеко, что зуб получается на нижней челюсти, который должен, получается, за ним быть. Он его закрывает, клык. Вот есть у меня фотография, сейчас придется, сейчас придется ортодонтически все это дело исправлять, пластинками, потом, возможно, брекетами. Вот, поэтому обязательно вовремя все убирайте. Скол боковых резцов серьезный, надо лечить три с половиной года. Ну, если серьезный, то да, конечно, скол. Спасибо, что оградили от серебра. Да пожалуйста, пожалуйста. Вчера девочка ко мне приходила, они жили в Питере, и сейчас приехали на ПМЖ, тоже в Петербурге ходили к врачу, у них прямо от клыка до клыка такой поверхностный кариес, где-то кариес в стадии пятна, где-то поверхностный кариес, и вот тоже им там серебрение предлагали, если я, она мне это все рассказывает, мама, я говорю, ну вы же не посеребрили, я надеюсь. Она, нет, нет, не посеребрили. Я говорю, ну слава богу, там просто вот вторируй, вторируй, и вообще там в глаза не бросается, ну такой кариес в стадии пятна. Ну на клыке там есть поверхностный кариес, мы в перспективе его тоже запломбируем, но чуть-чуть попозже, сейчас пока поддержим, девочке еще трех лет нет. Вот, а на жевательных зубах там уже тоже пломбу будем ставить. Вот, но я к тому, что серебрение не надо делать. Сыну 9 лет, растет клык криво, стоматолог говорит, места нет для роста, и пока сделать ничего нельзя. Так ли это? Нет, не так, нужно идти к картодонту, уже можно в таком возрасте, можно и нужно предпринимать меры. Был флюс, ребенка 5 лет, пролечили, пролечили запломбированный. Плюс опять, высверлили пломбу, полоскание соды, плюс йод, стоит ли лечить или удалять? Удалять, 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 не занимайтесь ерундой. Про севаран уже сегодня говорила, про безопасность. Дочке 5 лет, заметила на переднем верхнем зубе, около десны, скол, что это? Надо лечить, нужно осмотреть. Не могу сказать, что это, не видя. Так, ребенку 3 года, удален верхний резец, что делать, чтобы ряд не поехал. Сейчас пока вряд ли вы что-то сможете сделать, вам нужно будет в перспективе обратиться к ортодонту. В перспективе, в какой перспективе, через годы, где-то не раньше, может быть, через даже полтора года, потому что показано чаще всего ношение специального протеза, но просто в 3 года маловероятно, что ребенок будет это носить. Я знаю, у меня трехлетний ребенок, я не думаю, чтобы он мог что-то носить в том режиме, в котором нужно. А вот там в 4-4,5 года, если это будет действительно актуально для вас, ортодонт тогда вам все это дело изготовит. Так. В городе Воронеже нам отказали лечить зубы. Ребенку 1,8, молочный кариес долг... долгая... А, не поняла, ГВ, наверное. Уже два зуба разрушились на единицах, сильные борозды. Что делать, ехать в Москву или уже бессмысленно? Смысл в любом случае есть. Но вам же не оказали никакую помощь. Нужно поискать врач, наверняка найдется и в Воронеже. Сколько вы там, одного, двух, не знаю, не берусь сказать, может быть, там вы уже всех обошли. Но отказывать в лечении какая альтернатива? Ничего не делайте, само выпадет, отвалится, в Москву можно там. Не знаю, если есть возможность там ехать в другие города, к другим специалистам, потом поближе к вам. Вот. Сверхкомплектный верхний центральный зуб. Сейчас необходимо удалить первый ряд, а что дальше? Так, ну вы не указали, какой возраст. И чаще, вот если маленький, и это речь о молочных зубах, то чаще всего просто оставляется все как есть, ничего не трогается, и потом уже со временем принимается решение. Но чаще всего вообще ничего не приходится делать. Так. кровотечение, кровотачиваясь десен, что ему попить? Так, вам нужно провести профессиональную гигиену и обратиться к врачу-парадонтологу. Просто так десна не кровоточат, значит, есть какие-то проблемы. Парадонтолог вам нужен. Спасибо большое за ответы. Так, друзья, я сейчас вынуждена уже заканчивать. Спасибо, ну мне нужно просто уже ехать по делам. Спасибо вам большое, что были со мной, что задавали вопросы. К сожалению, всем, как обычно, не ответила. Старалась быть краткой, чтобы по максимуму ответить на ваши вопросы. Записывайтесь на прием. Принимаем сейчас на Динамо. Будем рады всех видеть. запись ведет моя помощница. Вот. Спасибо вам большое. Так. Экран, ой, экран. Уже заговариваюсь. Просто 9 часов, получается, уже час 40 в прямом эфире. Вот. Поэтому немножко уже даже подустала, а дела не терпят. Давайте все, что обещала, напишу. про Севаран тоже постараюсь обновить информацию. Так. И все, тогда буду прощаться, ладно? Все, тогда всем. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok